приветствую меня зовут джешта я веду свой канал на дзене и с недавних пор у меня появилась такая идея и я хочу попробовать озвучивать часть своих напечатанных статей это нужно в первую очередь для тех кто кому сейчас данный момент неудобно читать кто например в транспорте или за рулем или играет в какую-то не очень сложную игру и может параллельно там занимаясь сбором лута послушать какие-то новости про игру сегодня я хочу озвучить статью которая написана была достаточно давно но она на самом деле очень актуальна статья называется 23 совета начинающим игрокам игрокам fallout 76 несмотря на то что я сама вышла из убежища достаточно давно для меня я хорошо помню это состояние я хорошо помню какие-то проблемы с которыми я столкнулась какие-то вопросы которые у меня возникали в тот момент и эта статья постоянно пополняется постоянно пользуется популярностью я думаю что если вы только-только вышли из убежища это для вас будет очень полезно да и даже если вы уже достаточно давно путешествуете по пустоши скорее всего вы найдете что-то интересненькое для себя я хочу сказать что видела и читала довольно таки много советов новичкам если некоторые показались мне вполне разумными некоторые мягко говоря удивили все-таки у каждого свой путь у каждого какие-то свои интересы я пишу то что мне показалось очень важным на начальных этапах игры хорошо но в общем начнем с самого даже не первого совета с нулевого первое что вам нужно сделать как только вы вышли из убежища это вступить в любую публичную команду если в данный момент на сервере не будет ни одной публичной команды вы можете организовать свою для этого если вы играете на xbox нужно нажать и удерживать кнопочку старт и либо создать свою команду либо пролистать до имеющийся и вступить в нее если вы играете на компьютере то вам нужно нажать и удерживать сочетание кнопок control плюс tab это тоже меню взаимодействия вы вызываете его на компьютере нужно перейти в самый правый угол там но там уже по ходу разберетесь как только вы туда войдете будут видны подсказки принципе в какую команду вступать не особо важно лучше всего выступать либо в команду события либо в команду обычная команда обычная дает бонус к интеллекту в ней вы будете быстрее качать уровень а команда событий позволит вам получать бонусы это будет крышки опять же опыт когда другие члены вашей команды будут удачи заканчивать свои события игрокам на высоких уровнях эти 10-50 крышечек просто будут незаметны а в самом начале игры это будет очень серьезным подспорьем просто даже разбираясь в настройках и ведя какие-то первые диалоги собирая первые цветочки или пытаясь отстрелить первых врагов вы будете автоматически получать опыт и автоматически получать крышки к тому же находясь в команде вы сможете бесплатно телепортироваться в кампы к членам своей команды и по пути открывать локации это тоже будет полезно вам последний а теперь переходим к совету номер один не заморачивайтесь на внешности совет неожиданный но для меня как для девушки да я знаю что и многие парни тоже этим интересуются очень важно как выглядит персонаж за которого играешь и если в других играх изменить внешность персонажа после его создания достаточно проблематично иногда это даже стоит то что крышек там или каких-то внутренних краевых денег это может стоить даже реальных денег в игре fallout пожалуй одна из немногих игр где это возможно вы можете изменить внешность и даже пол своего персонажа в любой момент то есть просто войти в меню и сделать это я им сейчас говорю именно у fallout 76 поэтому создавайте персонажи то такого как вам хочется но не забывайте о том что вы его в любой момент сможете изменить то есть это не критично совет номер два никого не бойтесь я хорошо помню что сама при выходе из убежища очень опасалась того факта что меня там ждут какие-то высокоуровневые игроки снаружи они скорее всего мне сейчас будут вредить я не знаю почему я так подумала но мне реально я я тогда помню хорошо что я сменила даже сессию потому что мне было страшно выходить просто так но суть в том что в игре fallout а другие игроки практически не могут нанести вам урон есть всего несколько мест и ситуации когда это возможно например в процессе захвата мастерской или если вы украли чужое добро чужие вещи но до пятого уровня вы вообще не уязвимы для других игроков вообще третий совет вытекает как бы из предыдущего будьте внимательны вы даже не представляете сколько раз я да и не только я встречала начинающих игроков на выходе из убежища с подарками они пробегали мимо может быть они боялись может быть они просто спешили по своим делам но если вы видите игрока который показывает вам жестом подарок то есть в игре fallout есть жесты и это нормальный стандартный способ взаимодействия игроков если вам показывает жест подарка скорее всего вам приготовили подарок все что вы скидываете в игре попадает в такой знаете коричневый пакетик и выдают макдональдсах магазинах некоторых просто такой пакетик без ручек без ничего и на нем ничего даже не написано но короче бумажный пакет игроки продвинутых высоких уровней могут себе прокачать этот пакет и он будет выглядеть по-другому но суть в том что если вы увидите что то что лежит на земле перед вами это скорее всего подарок не сомневайтесь смело подходите и берите пакете может быть запас воды патроны лекарства какие то может быть может быть какой-то хлам и чаще всего там будут схемы схемы это вообще интересная тема в игре fallout схемы нужны для того чтобы что-то строить что-то делать какую-то броню прокачивать оружие и схем обычно очень много каждая схема весит 0,25 фунта и переносить их ну в общем они накапливаются опытные игроки обычно скидывают их новичкам это распространенная практика сейчас вы их будете подбирать потом сами будете их отдавать поэтому не стесняйтесь если вы видите жест подарка и пакетик смело забирайте его содержимое себе совет номер четыре не бойтесь смерти в этой игре умирая вы потеряете только хлам хлам это раздел в вашем инвентаре в котором хранятся там не знаю всякие дощечки кусочки пластмасса туалетная бумага то есть это просто реально хлам он может вам понадобиться для создания оружия или для обустройства своей платформы камп но в принципе ничего страшного не случится если вы его потеряете на самом деле даже если вы его потеряете он остается нас на том месте где вы погибли в том же самом маленьком коричневом пакетике и его можно просто прийти и забрать можно сразу или чуть позже конечно есть небольшая вероятность что его кто-то подберет но шансы что это случится невелики ну хлам это не такая полезная вещь особенно для опытных игроков да и еще на всякий случай хочу добавить если вы получите критическую травму мило зовите на помощь возможно рядом с вами находится игрок с лишним стимулятором спасать друг друга это не только хорошая традиция но и полезная на самом деле за это можно получить атомы да спасая предположим первые 20 игроков получаешь сколько-то атомов атомы это внутриигровая валюта и и какие-то другие бонусы да там очки легендарной гонки тоже можно получить так совет номер пять не бойтесь радиации не бойтесь болезней и не бойтесь мутаций что касается мутаций в большинстве случаев они скорее полезны например мутация сумчатый позволяет прыгать на огромную высоту а избавиться от любой мутации можно либо антирадиционным душем на самом деле болезни радиация и мутации это постоянные спутники апокалипсиса и к ним проще привык кем постоянно тратить стимуляторы антирадины и какие-то полезные препараты для того чтобы их излечить если болезнь не лечить она проходит сама в крайнем случае можно использовать либо лекарство либо антибиотик либо симптомат симптомат вот вы увидите в кампах игроков это устройство похожее на круглый лифт наверное в который вы заходите и как бы излечиваетесь от всех болезней мутации и радиация убирается антирадийно но опять же получив мутацию не спешите от нее избавляться возможно у нее есть положительные эффекты просто проверьте совет номер 6 возможно покажется вам неожиданным но начинайте копить крышки крышки это валюта которая используется повсеместно на территории игры которые используются игроками для торговли которые используются для того чтобы что-то покупать либо что-то продавать в игре очень много торговцев это могут быть роботы это могут быть кампы других игроков и вам понадобятся крышки для того чтобы покупать действительно интересные вещи я видела много советов о том что хлам не важен что его полно его нужно разбирать на компоненты но на самом деле хлам это не только компоненты для строительства или для крафта каких-то предметов это то что вы можете продать за крышки самый самый-самый первый торговец которого вы скорее всего встретите находится во флэтфудсе это хотя может быть в баре в баре у герцогини но неважно спускаясь вниз на юг от убежища вы увидите а первый крупный город либо первую крупную локацию и там будут либо торговцы люди либо торговец робот во флэтфудсе вы встретите первого торговца робота и если вы походите вокруг него вот буквально вот поработаете небольшим пылесосиком и соберете все что можно вы наберете порядка 200 крышек вот просто на первой продаже это на первых этапах игры довольно таки много вам хватит на то чтобы телепортироваться в какие-то другие кампы может быть хватит на какие-то мелкие расходы то есть крышки нужно копить совет номер 7 если вы уже знаете что такое камп а скорее всего вы уже знаете практически сразу как только вы выходите из убежища вам начинают говорить что они поставили вам камп да может быть вам стоит уже разместить камп появляется такое задание смело ставьте ставьте переносите и особо не заморачивайтесь и не особо не привязывайтесь к месту вплоть до того что если вам нужно скинуть хлам а вы не знаете куда ставьте камп скидывайте идите дальше вы сможете телепортироваться в свой камп бесплатно из любой точки карты и в принципе это достаточно удобно да то есть определите место уйдите там достаточно далеко и можете вернуться в любой момент совет номер восемь это совет который я дала бы сама себе в первую очередь когда начала играть сразу открывайте магазин это не так сложно как кажется первый магазин требует только трехуровневого генератора и несколько кусков стали это несложно вы можете сразу выложить на продажу ненужные патроны кипяченую воду стимуляторы схемы которые вы уже изучили и даже просто хлам цены можно выставлять например сравнив цены на продажу и цены на покупку у торговцев выбирайте какую-то золотую середину и не бойтесь продешевить или наоборот загнуть слишком высокую цену вы можете в любой момент уменьшить цену или наоборот устроить распродажу для залежавшего товара хочу добавить что у меня был такой случай да я играла 15 уровнем и ко мне подошли ребята хотели поделиться схемами скинули их а потом хотели видимо помочь мне крышками такая практика тоже достаточно распространена то есть тебе предлагают что-то продать но там какой-то хлам за достаточно большую сумму там например продать стимулятор за 300 крышек когда он стоит 10 вот но не всегда работает меню продажи и эти ребята не поленились пошли ко мне в комп и купили там какой-то я даже не помню что но какой-то реально хлам и я получила около 500 крышек и на начальных этапах игры это было прикольно так я довольно таки много говорила о том что а в фоллауте очень дружественная комьюнити очень хорошие соседи очень хорошие игроки но все же будьте осторожны не не все люди адекватные не все люди как бы добрые пушистые бывают люди которые конкретно вас будут задевать если кто-то подходит к вам и методично вас там бьет прикладом или как-то еще просто не отвечайте агрессии на агрессию потому что скорее всего на начальных этапах игры вы не сможете ничего противопоставить таким серьезным но странным игрокам и постоянно возьмите себе за практику сбавляться от хлама даже если вас убьют ну пойдете дальше просто заниматься своими делами это как ну я не знаю как бешеная собака вы же не будете бегать за ней и кусать ее да вы просто постараетесь ее обойти скорее и плавно переходя к теме агрессии других игроков я хочу посоветовать вам захватывать мастерские каждый раз захватывая мастерские вы получаете опыт получаете хлам получаете какие-то компоненты для строительства и схемы нужны для того чтобы самому строить но обратите внимание именно в мастерских вас может атаковать и даже убить другой игрок это будет почти пвп будьте готовы выкладывайте хлам заранее либо уходите с территории мастерской если видите что ее пытается захватить другой игрок как это понять все вокруг станет красным вы будете как бы находиться на враждебной территории и вам нужно будет как можно скорее уйти за вот за красные границы если вы за них уйдете вы опять как бы не примете вот эту атаку вот эту агрессию опять же если вам хочется повоевать то попробуйте повоевать но на начальных этапах игры у вас будет мало шансов еще один совет который я бы хотела взять самом начале не воруйте если в этой игре вы возьмете чужое то вас автоматически объявят розыск и вы как бы станете врагом для всех то есть у вас там вы как бы войдете в режим пвп со всеми игроками вас почти наверняка убьют просто потому что вы будете выглядеть очень заманчиво и на самом деле за это тоже есть ачивка убить игрока находящегося в розыске сколько-то раз за это получаешь а то об этом не очень приятно говорить но это жизнь это игра и такое тоже может быть поэтому не воруйте не берите чужое как понять что это чужое будет написано красным что вы пытаетесь украсть ну и остальные советы я как бы постараюсь озвучить покороче но они тоже очень важны и очень полезны займитесь готовкой до совет от повара спасателей спасатель это такая фракция в игре убейте бромином отрежьте от него кусок и жарьте пока не перестанет течь сок этот совет на самом деле чудо как хорош так же как совет в любой непонятной ситуации кипятите еда не только утоляет голод и жажду она дает вам бонусы разнообразные то есть например если вы съедите просто кусок жареного мяса брамина вы сможете переносить больший вес либо приобретете выносливость я вот честно говоря не очень помню там в игре есть такая вещь как мутации и у меня стоят в основном мутации травоядных они влияют на точность и мне это мясо не особо помогает но я знаю что оно полезно также если вы приготовите съедите супчик например из кукурузы то вы получите тоже какие то дополнительные бонусы я все их наизусть не помню просто в процессе приготовления вы будете это все изучать это достаточно интересно и вкусно и к тому же за каждое приготовление вы будете получать тоже бонусы да и говоря о еде не забывайте что еда и все свежие продукты питания портятся то есть вы приготовили супчик он скорее всего испортится через какое-то время вы приготовили чайок он тоже может испортиться вы отрезали от броми на кусок мяса он сто процентов через какое-то время испортится смотрите на срок годности продукта во вкладке пища у вас есть возможность отсортировать имеющиеся у вас продукты питания нажав определенное сочетание кнопок оно внизу будет написано посмотрите я на xbox и нажимаю lt какая там кнопочка на консоли я не помню ой на пока я не знаю но вы просто увидите ее и вам нужно будет отсортировать по такому параметру как трофей кора портящиеся продукты будут у вас как бы свыше надеюсь я хорошо раскрыла тему не запутала вас ну по ходу сами разберетесь просто не забывайте что и до портится дальше все верстаки которые есть в игре ремонтный верстак для брони оружейный химический и стойка для силовой брони они подходят для разбора на компоненты то есть вы можете найти например не знаю 25 баночек каких-нибудь которые каждая будет весить там например по одному фунту но когда вы их разберете вы получите предположим 25 кусков стекла которые все вместе будут весить один фунт то есть разбирая вещи на компоненты вы будете получать примерно тот же самый хлам только он будет весить намного меньше так что еще хочу сказать не забывайте спать это дает вам бонусы к опыту не забывайте играть на музыкальных инструментах это прибавляет ловкость и не забывайте кушать это восстанавливает здоровье и дает опять же бонусы на каждом ж.д. вокзале и на каждой станции красной ракеты всегда содержится ящик для хранения ящик для хранения это то место где вы можете хранить все свои предметы и к нему получаете доступ только вы ну по ходу разберетесь то есть вот именно в него надо скидывать свой хлам чтобы не потерять первый ящик для хранения вы можете встретить в лагере смотрительницы он находится прямо под убежищем 76 и принципе если вы пойдете по основным квестом туда вас приведет самая ваша первая дорожка на каждом вокзале также есть верстак для разбора а компонентов и есть торговец верстаки на разных вокзалах разные торговцы тоже торговцы могут быть от разных фракций но сейчас пока с этим не заморачивайтесь сейчас вам важно что они все готовы вам что-то продать по мелочи и готовы забрать ваш ненужный хлам либо ваши какие-то ненужные предметы по поводу телепортации на первых порах телепортация стоит очень дешево впоследствии да для вас телепортация из одного края карты в другой будет около 50 там крышек на начальных этапах это будет порядка двух трех пяти крышек поэтому смело телепортируйтесь прыгайте по кампам других игроков участвуйте в событиях открывайте локации вот за это я думаю у меня потом скажите спасибо это действительно важно не забывайте разбирать и выкладывать хлам пусть это просто мусор но это ваш мусор и потерять его может быть обидно когда вы немножечко разыграетесь разовьетесь вы поймете что деньги здесь достаточно быстро приходят уходят еще хочу добавить что на начальных этапах не стоит выбирать карты способностей и очки спешил вы если вы только начинаете играть хороших карт на первых этапах попросту нет это во первых а во вторых ваш стиль игры еще не определился не спешите на начальном этапе нормальных карт просто нет вы потратите очки способности и не получите почти ничего так еще важный момент после пятого уровня у вас будет заметное предупреждение о том что нужно включить режим пацифист это в меню игры я бы вам рекомендовала его включить на этом этапе оказать какое-то серьезное сопротивление вы не сможете оставить легкой добычей пожалуй да и как говорит моя мама придурков везде полно это сетевая игра и лучше застраховаться от таких вот неприятных моментов еще по поводу боя я бы вам советовала когда вы можете старайтесь выключать фонарик и использовать режим скрытности каких-то ситуациях лучше избежать боя чем принять его особенно если у вас осталось два патрона и полтора стимулятора да можно попробовать либо убежать от врагов либо обойти их либо банально спрятаться от них я хочу еще добавить что на этом этапе вам очень поможет режим ватс вам стоит заглянуть меню смотреть какие клавиши за что отвечают разобраться с этим режимом это режим же не авто прицеливания режим который помогает еще и находить врагов да то есть нажимая кнопочку в ад вы автоматически нацеливаетесь на ближайшего враждебного либо нпс либо животное какое-то то есть вы автоматически найдете врага поблизости если он есть таким способом можно даже просто проверить какой вы сейчас обстановке находит в принципе это был последний двадцать третий совет и я хочу еще добавить советы вот подписчиков один из них меня очень поразил свое время вещи можно чинить и можно чинить на верстаке есть специальная кнопка нажимая которую вы сможете починить вещь вам совершенно не обязательно покупать для этого какие-то наборы для починки вы можете просто использовать хлам также наборы для починки можно фармить событие горелая земля но это уже для хотя бы для уровня 15 вот если вы пойдете туда слишком рано скорее всего вы не нанесете боссу достаточного урона чтобы получить какие-то бонусы в принципе на этом все я хочу сказать еще что в принципе каждый игрок играет по-своему скорее всего я могла что-то упустить либо играть не так как будете играть вы но в любом случае я надеюсь мои советы вам помогли спасибо что вы дослушали меня подписывайтесь на мой канал на отзене в мою группу ввк вступайте и желаю вам хорошей игры и спасибо за идеи для новых статей пока а